Друзья, привет! С вами канал Борис Энимал. С этого выпуска мы начинаем серию рассказов о наших любимых животных. Итак, поехали! Первый рассказ. Пес по имени Котик. Глава первая. Жил-был большой пес по кличке Котик. Дворовый пес, бездомный. Хотя и размеры его были очень велики, пес был очень добрым и любвеобильным. Деревушка, в которой он обитал, состояла из восьми домов. Такой маленький и тихий рай на земле. Все население деревушки обожало котика. Все знали его с детства, так как местный кузнец Семен нашел его еще совсем маленьким щенком в ближайшем лесу. Какова история появления котика в лесу? Непонятно. А вот его уже продолжительная жизнь в деревне практически вписана в историю этой местности. Имя он получил на второй день пребывания в деревне, так как за сутки успел подружиться со всеми котами этого малонаселенного островка. И сразу стало заметно его влечение именно за кошачьим. Его имя воплотило в себя странное увлечение пса. Прозвали его Котик. Заброшенный сарай в деревушке стал его постоянным домом, где он быстро освоился и вырос в огромного добряка. Пожилые и дети, неважно, все стремились как можно чаще кормить котика. А он от обилия еды, конечно же, добрел, как на дрожжах. Но то, что не доедал, сам разносил местным котам и кошкам. Такой удивительный пес, конечно же, превратился в местную достопримечательность. Его известность по всему миру разнесла людская молва. В деревушку начали постоянно съезжаться туристы со всего мира. Котик, понимая всю свою известность, всегда встречал гостей, принимая очень важный вид, лениво помахивая пушистым хвостом, как неисправным маятникам. Когда же умер кузнец Семен, пес захворал от боли в сердце. Видимо, он помнил, кто подарил ему этот шанс на хорошую жизнь. В тот период можно было наблюдать очень трогательную картину. В сарай к котику стянулись все – коты, собаки и дети. Можно было ощутить единство деревушки. Все поддерживали пса, как могли. И вот чудо – пес выздоровел, опять повеселил. И единственное, что изменилось в нем, так это то, что абсолютно каждый день он ходил на могилку к Семену в 11.37. Это время смерти кузнеца. 15-20 минут сидел возле могилки, пел свою собачью молитву и уходил обратно в деревню. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!